Всем привет! Сегодня у нас снова Украина и кое-какие вопросы оперативно-тактического характера. Хотелось бы донести некоторые мысли про наступление и прорыв, а еще точнее о распределении сил и средств в пространстве и времени. Если сейчас взглянуть на различные карты, то можно увидеть довольно сильно выдающийся вперед изюмский плацдарм. И по поводу чего есть ряд нехороших мыслей. Конкретно опасение вызывает то, что с двух сторон к нему примыкает неконтролируемая или как минимум слабо контролируемая зеленая зона. Условно зеленая, сейчас растительности еще особо нет, но по карте видно, что тут лес. И в этом месте контролируемая территория составляет в ширину всего-то около 7-8-10 километров и до 20 километров. Спасает положение в немало степени то, что этот участок приходится на контролируемой российской армии Изюм, ведь этот город находится в ключевой точке, удобной для обороны. Но помимо этого сам выступ расположен таким образом, что в ТУ не так уж и далеко располагаются позиции ВСУ, но со стороны Харькова и Чугуева. Оттуда им примерно 40 километров до Купянска, главного узла коммуникаций в районе, и около 60 километров непосредственно до Изюма. А меж тем есть мнение, что в Харькове, в его окрестностях, у ВСУ имеется аж до 5 бригад, которые могут атаковать с этой стороны, и что довольно серьезно. И потому самое время ответить на вопрос, зачем российской армии нужно наступать на широком фронте, захватывая сразу большие территории, а не занимаясь прорывами на узких участках фронта, как это отчасти сейчас произошло под Изюмом. И начну с того, что нужно различать фронт наступления и фронт прорыва. Это не одно и то же. Грубо говоря, мотострелковой дивизии может быть назначен фронт наступления в 20 или 30 километров. Но вот фронт прорыва вражеской обороны будет уже меньше, всего 6 километров из этих 30. Под прорывом здесь понимается нарушение целостности вражеской обороны в результате огневого воздействия по противнику. Ну, попросту говоря, раздалбывание его артиллерии и авиации в ходе артиллерийской авиационной подготовки. После чего следом начинается наступление, в ходе которого образуется брешь, через которую можно ввести в бой второй эшелон и резерв для развития успеха. В то время как наступление – это уже более общее понятие. Наступление – это решительные действия в войск с целью разгрома противника, захвата его территории или наиболее важных участков местности, лишение противника необходимых ресурсов, демориализация его войск и подавление воли к дальнейшему сопротивлению и захвата инициативы и достижению решающих успехов. Принципиальная разница, я думаю, теперь понятна. Так вот, снова глядя на Изюмский плацдарм, в теории, если нужно наступать, то фронт прорыва должен быть никак не меньше 30-40 километров. А фронт наступления должен быть еще больше. И теперь поясню почему. Первая сложность вопроса заключается здесь во многом в артиллерии противника, которая с флангов может обстреливать наступающие войска в любом месте. Ну то есть представьте, что прорыв произошел на узком участке всего в 5-6 километров. Это очень небольшое пространство, которое вражеская артиллерия с флангов будет простреливать целиком. В том числе и войска второго эшелона и колонны снабжения сразу же накроет. Такого лучше не допускать. Соответственно, прорыв должен осуществляться на таком фронте, когда артиллерия противника не сможет обстрелять центр наступающего клина, где и будут находиться колонны снабжения и следующие войска второго эшелона. По схеме, я думаю, этот момент будет проще понять. Тут же проявляется и вторая сложность. Противнику будет проще запечатать такой ограниченный прорыв в 5 километров. Для этого потребуется не так уж и много и войск. Противник может попытаться контратаковать именно у основания прорыва, там, где ему надо будет пройти всего несколько километров. А это уже прямая угроза окружения для наступающего. Именно эти моменты и ставят насущный вопрос, что если начинается наступление, то нужно стремиться расширить прорыв не только в глубину, но еще и в ширину, чтобы он был достаточно большим. Не забываем, что контрудар будет наноситься механизированными и танковыми подразделениями и частями. И напоминаю, что в ходе наступления средний темп таковых составляет примерно в среднем 20-25 километров. И это, собственно, то расстояние, на которое контратакующая группа может вклиниться в наступающий клин за первые сутки. Ну, плюс-минус усредненно. А потому желательно наличие некоторого сопоставимого пространства на флангах, на котором можно будет развернуть оборону и остановить противника без угрозы снабжению, даже если ему удастся вклиниться на десяток километров и захватить некоторые населенные пункты. И, разумеется, подразумевая, что удастся отразить контрудар в течение тех же суток. С учетом прострела артиллерии противника, у которых дальность большинства систем будет до 20-25 километров, это потребует пространства от 10 до 20 километров с каждой стороны наступающего клина. И при этом так, чтобы в центре была непростреливаемая зона в 5-10 километров минимум, и через которую бы и проходила подходящая коммуникация, минимум одна шоссейная дорога, по которой бы и перемещались бы автоколонны. Итого и получается, что наступать нужно на фронте минимум в 30-40 километров, дабы даже теоретически исключить поражение колонн снабжения в центре наступающего клина. Хотя в наше время уже и с этим есть проблемы, ведь существуют ракеты оперативно-тактического назначения, которые могут достать кого угодно и где угодно. И есть РСЗО больших калибров по типу Смерча с досягаемостью в 70-120 километров. И то, что я сейчас рассказал, это общие основы, расчеты и теоретические моменты. На практике, конечно же, бывает всякое, но они, тем не менее, показывают материальные пределы, в которых вообще имеет смысл говорить о каком-то успехе, о прорыве. Все, что ниже обозначенных цифр, уже находится из разряда «повезет-не повезет», и в надежде на то, что, может быть, противник облажается тем или иным образом, или у него не будет нужных сил и средств. Если удастся подавить вражескую артиллерию на флангах прорыва, еще в период подготовки к наступлению, удастся задавить противника превосходящей огневой мощью. Но, применительно к нашей ситуации, пока что артиллерия в зоне боевых действий работает с двух сторон, а не с одной. А значит, на такое изначально лучше не надеяться. Едва ли не единственная ситуация, когда фронт прорыва может быть меньше 30 километров, это прорыв, преследующий только тактические цели и в особых условиях. Например, для улучшения своих позиций, дабы они проходили по более благоприятной местности, или же с целью создания плацдарма для последующего наступления. И это как раз ситуация под Изюмом, который уже неделю является центром притяжения в боевых действиях, и где у российской армии как раз и создан такой плацдарм. За выгодные линии обороны по лесной местности и за рекой Северный Донец. Ну, выгодные для ВСУ, и в обороне которой теперь есть дырка. И на этот плацдарм как раз сейчас и закачивается техника, силы и средства. И плюс также размещаются войска и колонны снабжения дальше в тылу, за Изюмом в виде второго эшелона. И это как раз тот случай, когда создается выгодная позиция, с которой потом можно будет наступать в нужном направлении практически верообразно. Можно будет наступать на запад, в сторону Днепропетровска, на юго-восток, в сторону Славенска с Краматорском, или на юго-запад, в сторону Барвенкова, до Павлограда, где наиболее открытая местность. Ну, если точнее, восточнее Павлограда, и что наиболее выгодно для российской стороны. Ну, в общем, как видно, есть куда наступать. И, соответственно, запечатать такую дыру является большой проблемой уже для украинской армии. И во многом, те активные боевые действия, что сейчас идут практически непрерывно, вот с контрудармией ВСУ, с попытками уничтожить переправы через Северный Донец у Изюма, это как раз результат понимания украинским командованием всей опасности данного плацдарма, который был образован именно что прорывом на узком участке фронта, буквально в несколько километров, до десятка буквально. И именно в этот момент имеет смысл подняться на уровень выше по оперативному искусству и ближе к стратегическому уровню. Именно здесь, я думаю, станет ясно, что для полномасштабного наступления с решительными целями и основаниями на успех нужно осуществлять не один прорыв в 30-40 километров, а несколько таковых в разных участках фронта, и при этом проводя демонстрации вспомогательные наступления в других местах для введения в заблуждение. То есть, даже если сами эти прорывы имеют небольшую ширину до 20 километров или даже всего лишь в 4-5 километров, но этих прорывов будет сразу 5-6-7-8 штук, то это будет вполне допустимо. Ну просто потому, что противник не сможет воспользоваться этим и запечатать их все одновременно. То есть сможет запечатать только один или два, в то время как другие получат развитие. При этом, когда таких прорывов много, и артиллерия противника на флангах тоже начинает действовать не так эффективно, так как она тут же начинает растаскиваться на купирование нескольких таких прорывов. И таким образом отпадает еще один из недостатков прорыва на узком фронте. Применительно к условиям на Донбассе, это означает, что прорывы нужны под Буаклеей, вот здесь, и со стороны Довгалевки, в сторону Гусаровки. Таким образом, чтобы общий фронт наступления составлял в 60-70 километров и даже больше. Но тут проблема видимо в том, что за рекой Северный Донец, за Буаклеей и Довгалевкой нет плацдармов по типу Изюмского. Этот плацдарм пока что единственный такой, и если наступление и дальше будет вестись только из-под Изюма, то я думаю, что первое, что будет сделано, так это его расширение на запад вдоль Северного Донца, ну минимум до Грушевахи, и на восток до Яремовки, когда через Изюм протащат второй эшелон и размажут его на это расширение. Но с востока, впрочем, это и так делает с другими войсками, что продвигаются с севера. И только если это будет сделано, если это узкое место у Изюма будет купировано, тогда можно будет спокойно выдохнуть. А иначе при сохранении текущего положения это будет неоправданный риск, который может плохо кончиться. И, собственно, и дальше наступление тоже должно быть именно в виде толстого клина толщиной в 40 километров и никак не меньше, а еще лучше в 50-60-70. Вот тогда можно будет следить за картой, не хватаясь за сердца, за корвалового, лакардин, голову, почки, печени и прочие органы. А порой схватиться, конечно, хочется. И это я отметил только одно направление со стороны Изюма. Так-то фронт гораздо больше, и по идее то же самое должно делаться и в других местах, с того же юга. Тот же, к слову, при наступлении на широком фронте снизится и значение разведки на стратегическом уровне, но в виде той информации, что сейчас предоставляется украинской стране, разведорганами США и НАТО. По большому счету, сейчас ситуация такова, что прятаться куда-то, обеспечивать внезапность наступления, очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Понятно, что, конечно, нужно стремиться к этому, но реальность сейчас все-таки немного иная. А раз так, то, соответственно, остается только задавить огневой мощью, снарядами, самолеты-вылетами, танками, бронетехникой, численностью. Именно что наступать на широком фронте, надавливая на ВСУ по множеству направлений и постепенно охватывая окружая украинскую группировку на Донбассе. В конце концов, знание наличия развединформации помогает только в том случае, когда можно воспользоваться этой информацией. Когда у самого есть силы и средства, войска для того, чтобы сманеврировать в нужную сторону. Но на сегодня, я думаю, достаточно. В следующих роликах я продолжу тему наступления на широком фронте и отдельно затрону организационную сторону этого вопроса. А то в комментариях под прошлыми роликами у некоторых возникли вопросы по этому поводу. И надо прояснить, а еще точнее, дораскрыть тему распределения сил и средств в пространстве и времени. И, собственно, об этом и будет продолжение. А сейчас пишите мысли в комментариях, подписывайтесь на канал, включая колокольчик со всеми уведомлениями, подписывайтесь на телеграм-канал, группу ВКонтакте и Бусти, и даже на Рутуб подписывайтесь, и смотрите другие ролики на канале. И до скорого!